В 13.06 в Кирове начинается программа «Особые мнения». Я приветствую наших слушателей. Анна Лапшина в студии и мой сегодняшний гость Николай Пихтин, общественник, блогер, соорганизатор клуба «Вечерний». О клубе «Вечернем» мы поговорим чуть позже. Николай, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям, что вопросы к гостю можно задавать на нашем сайте eho-kirova.ru через форму анонсов. Если вы их отправите, мы их зачитаем. Я обещаю это каждый раз. Но пока мы с Николаем приступим к нашим вопросам. Наверное, начнем все-таки с насущного. Снег, уборка города, качество очистки, так скажем, от снега и парковки. У вас в Фейсбуке я вижу перепост фотографии улицы Спаской. Улицы Спаской, которые являются пешеходной на том ее отрезке, от большевиков до Ленина, утыканной машинами. Вы не первый человек, который публикует эту фотографию. Призывает внимание ГИБДД и мэра города Елены Ковалевой обратить на это внимание. И, насколько я понимаю из переписки в Фейсбуке, эта история регулярно повторяется. На пешеходной улице под знаком кирпич стоят машины непонятные, неясно, кому принадлежащие. И, видимо, ничего не происходит с ними и с их владельцами, потому что иначе, наверное, они бы не стали там проковаться. Все верно. Здесь самый интересный вопрос. Сколько машин ГИБДД проехало по улице Ленина, которые видели это все, ни один не остановился, ни один не принял никаких мертв. А это все видим. Ну, это место прозрачное, оно видимое. Оно просматриваемое. Прозрачное рассмотрено со всех сторон, да. И почему никто не принимает мертв, очень интересно. И вот сейчас я после вас поеду и специально остановлюсь, зайду и посмотрю, что там происходит. Скорее всего, машины там стоят. Да, я вот вас очень прошу, вы человек с фотоаппаратом. Я специально консультировалась перед эфиром с Владимиром Сметанином, ведущим нашей автомобильной программы. Безусловно, можно через сайт ГИБДД направить фотографию, на которой будет явно видно, в каком месте запаркована машина. И номера. И номера этой машины. И вообще ГИБДД каким-то образом должна принять меры. Конечно. То есть, либо встретиться с владельцами, либо что-то с ними сделать, не знаю, там оштрафовать, все что угодно. И я внимание по автоинспекции обращаю еще раз. Да, и прошу к нашему эфиру прислушаться, потому что, насколько я помню... Там машин не должно быть. Сообщение о факте правонарушения в эфире присматривается, да, а приравнивается к обращению, в общем-то, в соответствующие органы. Пожалуйста, ГИБДД, примите меры какие-то, потому что, ну вот честно говоря, мне как автомобилисту, который работает в районно-театральной площади и часто долго ищет место для парковки так, чтобы машину оставить без нарушения закона, немножко обидно, да. То кто-то закон нарушает, а ему за это ничего не бывает. И похоже, там машина очень давно уже стоит. Ну, в смысле, они каждый вечер уезжают, а потом приезжают. Да, да, да. Вот. Ну, собственно, эта тема такая затравочка. К следующему нашему факту, да, который есть из городских новостей, накануне было сообщено о том, что в городе будет создана специальная муниципальная служба автоэвакуации, которая будет бороться с подснежниками, машинами запаркованными на обочинах дорог, которые мешают уборке снега. Вы знаете, мне кажется, это неплохое дело, но есть одно опасение. При создании таких служб начинает очень пухнуть аппарат. То есть служб появляется, там, вместо одного-семь бургутеров, всякие замы, подзамы, там, и так далее, и так далее, отделы, подотделы. А мне кажется, то ли систему имитирования, квотирования вести, или что-то, но что-то надо делать. Потому что я чувствую, что ее создадут, и бюджет, деньги туда потекут именно на зарплату, вот, кто там будет работать. Я вообще не очень понимаю, зачем создавать специальную муниципальную службу автоэвакуации, потому что служба автоэвакуации есть. На аутсорсинг можно было это вынести. Почему это не делал, это непонятно. То есть вместо того, чтобы еще, ну, я не знаю, может быть, конечно, обеспокоены созданием рабочих мест люди. Может быть, нужно, чтобы было больше рабочих мест. Но создание условий для аутсорсинга, для привлечения внешних фирм, это тоже создание рабочих мест. Ну, и мне кажется, вопрос контроля, и, конечно, вопрос работы, потому что очень многие люди оставляют машины на обочинах. Ну, мы все понимаем, да, когда снегопад, лучше не ставить. Нет, вот вы, Анна, сказали про уборку снега и так далее, и это касается и летом уборки города. Там же основная беда на сегодня вырисовывается, это отсутствие полного контроля. И вот эта новая служба опять, она будет контролироваться или не будет контролироваться? Или так, они сами по себе что-то делают, что-то ездят, там, что-то работают? Тоже непонятно. Кого-то увозят, кого-то не увозят. Да, 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 да. А если машина какого-то там, директора магазина, условно говоря, в кавычках, они его тоже увезут или не увезут? Вопрос. Ну, не знаю, может быть, они оштрафуют директора магазина, а штраф пойдет на доброе дело. Будут ли они иметь право это штрафовать? Все равно через ГИБДД. Ну, разумеется, штрафы, да, вряд ли будет выписывать с лодки. А штраф федеральный бюджет уйдет. Ну, да. Ну, а вообще, собственно говоря, по снегу, вот вчера был достаточно такой тяжелый день для автомобилистов. Многие даже отказывались от поездок на собственном транспорте, вняли призывы ГИБДД на пересесть на общественный. Как вам кажется, вот тяжелый этот снегопад? Город себя как показал? Городские власти? Во-первых, такие снегопадные редкости у нас, нежели в Москве там редкости. А у нас они довольно часто бывают. И, наверное, еще будут такие... Ну, в Москве это был тяжелый, впервые за сто лет, говорят. Даже BBC делала сюжеты. Да, да, да. Но, вы знаете, вот нынче, проехав по городу, надо сказать, что немножко получше стало. Но дело в том, что вопрос уборки, он закостенелый, как бивень мамонта, и поэтому он требует системных решений. А это все административными средствами решено было. Ну, где-то кому-то там пхнули, кого-то наказали, кого-то пожурили, и что-то так пошевелилось. Но это не системные вопросы. И, мне кажется, назрело в этой сфере, ну, революционные решения какие-то. Какое? Потому что нужно, я не знаю, собирать общественных специалистов, экспертов, собирать, чиновники, городадминистрации, собираться все вместе и находить решения. Но делать что-то надо, потому что так нельзя. То ли службу дворников объединять, единую делать, то ли наоборот разделять. Не знаю, вариантов много. И здесь, поверьте, вопрос не в том, как правило, такие разговоры сводятся к чему? А у дворников низкая зарплата, поэтому не убирают. Вот я сейчас шел, вот здесь у вас прибрано, напротив фонтана. Это вообще не прибрано. У нас отличный дворник. Это ужас. У нас отличные дворники работают. Ну, и наверняка, он получает столько, сколько и тот, который должен там прибирать. А вот я этого не знаю. Вот этого я не знаю. По-моему, у нас ТСЖ здесь, в этом доме, и, наверное, может быть, ему как-то либо доплачивают, либо... Но это очень добросовестный человек, мы ему передаем большой привет. Молодец. Молодец, хорошо, хорошо убирает, да. Николай, вы говорите, надо какие-то революционные решения, там, прочее, прочее, прочее. Ну, слушайте, мы каждую зиму об этом говорим. А каких-то революционных решений у нас власть меняется. Анна, я повторюсь, я уже говорил, я 72-го года в Кирове ничего не изменил. 72-го? Да. Уже и государство... Даже в советское время? Да, то же самое было всё. И уже было и депутатов кучи, и мэров, и секретарей обкомов сменилось, и власть сменилась, и страна сменилась. А система-то не решена. Ой, проблема-то не решена. А точно так же всё. Как в те годы было, так и сейчас. Боже мой, какой ужас. Так же снег не вывозили. Слушайте, а может его не вывозят просто потому, что деньги не хотят тратить, экономят бюджет? Я, честно говоря, вообще не знаю, откуда его вывозят. Непонятно. Нет, ну вывозят, вывозят, ездят машины-то. Система-то, она построена таким интересным, забавным образом, что вот этот, который вывозит фирма или предприятие, так, они могут со стадиона вывезти снег и за это получить деньги. Ну, а тогда в городе это лучше не станет. Ну, они объёмы сделали, объёмы показали. И подсчёты элементарные показывают, что в городе нужно вывозить, если вот, беря снега, нападает, только на дороги, только без учёта тротуаров, газонов, скверов и так далее, 800-900 тысяч тонн. Вывозят 120-150. Всё остальное тает? Конечно. С гребённой на обочину? Да, с песком и с грязью. Вот и грязь. Конечно. Но денег нет? Или есть денег? Это не факт. А вот у вас был интересный такой, не знаю, там, спор, не спор в Фейсбуке с одним из кировчан, уехавших в Москву, Максим Копылов, по-моему, да? Максим написал о том, как убирают снег в Москве после вот этого масштабного снегопада, и сказал, что в принципе при грамотной организации работы даже в регионах можно сделать что-то подобное. Где-то примерно недели две-три назад прошло, значит, такие цифры данные о количестве средств, выделяемых на благоустройство города в Киров, Казань, Ульяновске и так далее, и так далее. В Кирове оказалось чуть ли не больше всех. Серьезно? Да. А куда же они деваются? А вот вопрос. Ведь, понимаете, очень хорошая отмаза чиновников, денег нет. А пусть они докажут, что денег нет. Пусть докажут, элементарно. Хорошее предложение. Вот деньги должны быть на такой-то статье, как они туда поступают. И потом мы с вами зададим вопрос депутатам, депутатам, а почему там денег нет? Или почему не хватает? Или почему они неэффективно расходуются? Я помню, наши общественники, группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог, да, периодически вот приходят, они в эфиры тоже говорят о том, что вот вроде такая была сумма, такие, значит, были подрядчики, столько вроде как сделали, и непонятно на самом деле сделали или не сделали. Контроля нет. Ну вот нет. А кто должен контролировать? Службы должны быть созданы специальные. У нас и есть районы, районы администрации, которые вот этим должны заниматься, выходить в поля, что называется. Каждый район администрации есть так называемые территориальные инспекторы. Да, и я вам скажу... Которые, как нам говорят, ходят и проверяют. Я вам скажу так, судя по сообщениям из СМИ, вот Первомайский район на этом выделяется. Там регулярно практически, часто очень бывает, что вот инспекторы проверили, что нашли. По другим районам... Давно это бывает? Ну, это довольно часто бывает. Нет, просто я думаю, это произошло после смены главы района или было и раньше? Нет, 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 это было и раньше. А другие районы тишина полнейшая. Ну, потому что Первомайский район, он в центре, ну, больше его часть это центр города. Ну, может быть, поэтому. Ну, может быть, поэтому. Хорошо, контроль. К вопросу контроля мы сейчас обратимся, но после небольшого полминутного перерыва. Это действительно программа «Особое мнение». Мы слушаем особое мнение Николая Пехтина, общественника, блогера, соорганизатора клуба «Вечерний», дискуссионного клуба. Про контроль. Остановились на этом. И вот фактически новость, которая буквально там достаточно свежая, да. Следить за дорожниками и за их работой захотели только 8 кировчан. Столько желающих подали заявки на вступление в региональную группу общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог в 2018 году, сообщил инициатор движения «Делай дороги» Виталий Бром. Ну да, желающих немного. Это точно. Из общественника желающих немного. Это и есть такое дело. Но не сразу. Москва строилась, потихонечку будут набираться. Но это общественники? Это общественники, да. Так, а если мы говорим о тех, кому вменен контроль профессиональными обязанностями? Вот их самих надо проконтролировать и спросить, а чем они занимаются. А кто будет контролировать? Ну это же Шульгин, пусть просит, контролирует, пусть их соберет и спросят, чем занимаетесь, где результат. Обращаем внимание. Где акты и так далее, где путевые листы, если так можно назвать. Что вы делаете вообще? Давайте спросим. Вот, кстати, работа территориальных этих самых инспекторов, контролирующих, тоже такая достаточно интересная тема для нашего эфира, я так думаю. Мы это возьмем себе на заметку. Хорошо, Николай, давайте все-таки от темы снега немножечко отойдем, перейдем к другим городским новостям. Я бы хотела поговорить с вами о кадровом назначении новой министр образования в нашем регионе, Ольга Рысева. Ну она там с начала января, фактически, сразу же после каникул была в статусе исполняющей обязанности. Некоторое время назад было сообщение о том, что ее кандидатуру согласуют в Москве, и вот согласован на прошлой неделе. Вот что меня очень удивило. Так, а почему? Ну мне, честно говоря, не совсем понятно, почему местного регионального министра какого-то, по какому-то направлению должно утверждать в Москве. А роль губернатора какая? Чистая, техническая? Предоставить кабинеты и так далее, и как это все? Ну как они кандидатов подбирают, собеседование проводят? Зачем? Как зачем? Надо же понимать, что это человек. Ну я не понимаю, а он нет. Нет, губернатор, я говорю, подбирает кандидатов. Нет, а зачем он должен Москве утверждать? А я вот не знаю. Кстати говоря, это тоже хороший вопрос. Вот раньше мы почему-то не слышали о том, что наших министров... Видите, а если пойдут в разрез с мнением, там, или решениями губернатора, это министр пойдет, она скажет, ребят, подождите, я с Москвой согласован, и делайте, что я скажу. Вот, так тоже не должно быть. В общем, мне очень понятно, кому подчиняется имя. Есть закон об образовании, в частности, да, вот в данном случае, она должна по нему следовать. Есть региональный закон об образовании, вот и все. При чем тут Москва-то, я не понимаю. Вот я не понимаю, честно говоря. Ну, как, все-таки политика там какая-то единая, образовательная, наверное, должна быть. Для этого законы быть. Ага. Ну, понятно. Дальше элементарно, ну, хорошо. Может, они просто познакомятся хотели? Допустим, есть федеральная политика, так, и что-то министр, вот наш местный, допустим, что-то не соответствует. Делайте представление губернатора, что ваш министр там что-то не так делает. А утверждать зачем? А зачем это лишнее, фактически, звено? Ну? Тут напрямую можно позвонить и сказать, что-то ты там не то, не то и не так делаешь. Ну, это неправильно, я считаю. Понятно. Хорошо. Все же самостоятельность у региона должна быть больше. Я с этим согласна. Если мы поговорим о задачах... Кстати, кстати, да. Если Москва утверждает, так пусть она там, все министерство образования здесь, Кировская область, а это, по-моему, здравоохранение финансирует. Не из областного бюджета, а из центрального. Ой, хорошее предложение, на самом деле. Правда, у нас деньги освободятся. Да. Николай, все-таки вот основные задачи, как вам кажется, перед министром образования, вот сейчас, какие стоят? Ой, вы знаете, мне сложно сказать, почему? Потому что я не совсем-то, я не от образования, и мне сложно сказать, но вот то, что вот давали материал, был материал... По опорным школам. Да, по опорным школам. Здесь, мне кажется, разумное есть, потому что действительно сейчас школы, а многие школы водно-смену работают, а потом они полняют, больше стоят пустые, где есть бассейны, есть спортзалы, есть еще что-то, мастерские, есть еще простая... Но опорная эта школа-то, прежде всего, в районах речь о них. Да, да, в районах, да. Наверное, есть что-то, когда там разумное. Мне кажется, да. Вам кажется, что этот проект будет, как это сказать, востребован? Проект будет востребован, наверняка просто сейчас масса этих школ уже есть. Это только новые будут так делаться, или старые будут потихонечку переводиться под это. Не очень понятно пока, да, согласна. Мы эту тему тоже разберем более подробно. Вот, а у меня вопрос следующий. Я не очень понимаю, как будет выстроена система безопасности в таком случае. Насколько я помню, я не знаю, как в районах, я не наблюдала, да, вот я могу судить только по Кирову. Некоторое время назад, в соответствии с новыми ГОСТами и требованиями, все школы в Кирове обнесли заборами. Вот, обнесли заборами в целях безопасности, именно ворота закрываются на ночь и прочее и прочее. Это создало большие проблемы жителям близ лежащих домов, потому что некоторые из них пользовались школьными стадионами, например. Ну, кроме этого, я знаю, допустим, по 59-й школе, там проходная улица была, люди проходили, а сейчас мы нужно... Через 58-ю точно так же ходят. Да, вот такая проблема есть, да. И как будет решаться? Во-первых, все безопасность. Ну, мы помним. Здесь уже, да, и безусловно. Хорошо, от министра образования перейдем все-таки к армии, но тоже тема образования. Вот так вот мы скакнем, да. Издание «Знаком» накануне опубликовало материал со ссылкой на Интерфакс о том, что в российской армии снова появятся политруки. Ну, люди, которые родились в Советском Союзе, еще помнят такое слово, да, что оно обозначает. Это люди, которые занимались воспитательной и идеологической работой. Сейчас есть главное управление по работе с личным составом, но я так понимаю, не совсем оно соответствует тем целям, которые ставятся Министерством обороны. Я просто цитату приведу, она мне очень нравится. В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. В вооруженных силах необходимо усиление всей структуры, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, учитывать в своей работе общественно-критическую ситуацию в стране и умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособностей. Такую же точно фразу я слышал в Советском Союзе. Точнее один к одному. Я считаю, это вредная штука на самом деле. А почему? Ну и если идеология пойдет в армию, то это вообще не делает. И политика пойдет. Это не делает, это неправильно. Армия не должна, такое должно быть. И мне кажется, знаете, здесь банально просто, мне кажется, это бюрократическая машина армия, это дело лоббирует. Ведь что значит политруков отвести? Это нужно штат, кабинеты, секретари, замы и так далее, и так далее, и так далее. Ой, там столько, там миллиарда денег. Средственно обучение еще. Средственно обучение, это да, в вузах надо вводить обучение. И тогда это миллиарды денег просто надо просто выводить. Ну а с другой стороны, смотрите, Николай, а если в армию пошел какой-нибудь, не дай бог, оппозиционер? Не, а сейчас что плохо? Ну и пусть идет. Ну и какие проблемы, в чем проблемы? Ну а как? А вдруг Родину защищать? А он не захочет? Ну для этого суды есть. Понятно. Если будет общая мобилизация. Если он не выполняет условия и так далее, закона, то для этого суд есть. Не кажется ли вам, что это вообще, ну такой вот элемент курса, который сейчас есть? А тут будет политрук решать, да, сам у себя, вот где-то там в дивизии, батальоне, будет решать, правильно он поступает там какой-то служащий или неправильно. Правильно он думает, я бы сказал, или неправильно. Тем более, нет, я противник категорически этого. Считаете это вредно? Очень вредно. Но мне-то кажется, что она совершенно ненужная, прежде всего потому, что служба в армии у нас сейчас один год и за год, и какие-то технические, это даже знания сложно дать, да, не всем. Ну понимаете, уже пошли разговоры о том, что год вроде мало, давайте два сделаем. Да, это вот милитаризация, добру не приведет. В царское время на 25 лет бывало, призывали. Ну как мы и докатимся до этого, если такие вот там будут предложения поступать. Наши депутаты, вы знаете, им только предложили. Вот зря сейчас сказали 25, точно сейчас, так последние. Надеюсь, что нет. Лет на 10. Очень рассчитываю, что такого не случится. Николай Пихтин, общественник-блогер в нашем эфире, есть у нас некоторое время до перерыва, мы еще поговорим с вами о вчерашнем, точнее прошу прощения, о субботнем мероприятии, которое состоялось на Театральной площади. Вчера по этому поводу мы делали эфир. Мероприятие было общероссийским, проходило, я так понимаю, не только в Кировской области, но, по крайней мере, в соседних точно было, да, я знаю, видела оттуда фотографии. Народ собрали, чтобы поддержать наших олимпийцев, которые едут в Корею. Сложная достаточная ситуация, неоднозначная, в том числе там неоднозначные решения МОК воспринимается, да, и то, что происходит, обидно за наших спортсменов, потому что ребята готовились, для тех, кто честно готовился, да, в первую очередь. С другой стороны, мне не очень понятно, зачем было устраивать общероссийскую истерию месяц, полтора месяца назад, то есть в декабре это все началось, вот они, значит, нас сняли, давайте мы будем бойкотировать олимпийские игры, но это было одно из всех фактически телевизионных каналов, если есть крики, значит, что если спортсмен решат ехать на олимпийские игры, пусть делают это за свои деньги, сдают российские паспорта, и вообще они предатели, значит, и мы их знать не знаем. Ну, я бы не сказал так, что во всех. Но было. Чай был, так было, так были и другие точки зрения. А то, что проходил вот этот митинг, вы правильно сказали, собрали, ну, я считаю, ну что за митинг, когда собрали, люди должны сами идти. Люди организовали одни митинги. Ну, я не исключаю, что там были люди, которые пришли по зову сердца, я не исключаю. Я тоже не исключаю, такие наверняка были, но они четыре тысячи. Николай, мне не очень понятно, вот в этой истории, почему говорю про телевизионные каналы, мне не очень понятно метание государства, это к вопросу об идеологической работе в армии, да, то есть сначала мы на федеральных каналах даем понять, значит, что вот нас обидели, надо обидеться, отвернуться, а те, кто не захотят это сделать по каким-то личным причинам, да, вот это в частности Пётр Толстой говорил, по-моему, да, значит, вот они предатели и гады такие. Теперь же государство совершенно обратным вектором организует акцию в поддержку наших армии. Не, ну, дело в том, что вот, насколько я понимаю всю ситуацию, здесь чётко на Россию нацелены на вся эта акция по олимпийскому делам, потому что относительно никакой другой стороны мира такого даже близко нет, поэтому здесь, ну, обижаться, не обижаться, здесь мне кажется, каждый спортсмен должен сам решать, каждый гражданин должен сам решать. Только вот такие фразы, я считаю, недопустимо, что предать или изменит, я считаю, это очень недопустимо, тем более с федеральных каналов. Как вам кажется, интерес к олимпиаде у российского зрителя, российского болельщика в связи со всей этой историей пропал или нет? Нет, мне кажется, такой же точно будет, как это решение будет. Потому что вчера мы проводили опрос и спрашивали людей, будут ли они следить за олимпиадой, да, интересна ли она им. И, к сожалению, вот большая часть наших посетителей сказала, что нет. Нет, мне кажется, наоборот, эффект будет, что люди, наоборот, будут посмотреть из любопытства даже, а как это так, они там под нейтральным флагом, а какой же результат они добиваются, наоборот, ажиотаж такой подогрет. Но, Николай, имейте ведь в виду, что едут не самые сильные спортсмены. Во многих дисциплинах наша страна представлена, ну, будем говорить так, незначительно, да? Вот. Соответственно, вряд ли они будут показывать какие-то успехи, уж очень такие, прям огромные. Скорее всего так, докаждание-то все равно есть. Это снижает интерес. И в этой истории, кстати, интересный момент произошел, вчера, по-моему, произошел, когда Мокс заявил про суд. И он заявил вообще, вот, в моей голове, как бы это не укладывал, что он что-то суд неправильно сделал, надо бы пересмотреть, что-то... Состав суда. Состав суда, что-то не так делает. Это что за давление на суд? Причем публичное, на весь мир. Демократия. Они что думают, то и говорят. Ну, не знаю. Вот подождите, они когда пересматривают... Нет, в таком ключе фразы, я, честно говоря, впервые слышу. Ну, давайте там лондонский суд что-то принял, и вдруг правительство Британии говорит, ребята, что-то суд не так принял, давайте кому суд... тут поправил. Ну, это мешает судебную систему, это вообще никакой недопустимо. Ну, я ваше возмущение не понимаю, конечно, я просто не очень в курсе всей этой истории, как это происходило изнутри, и самое главное, имеет ли МОК полномочия что-то сделать с судом? Ну, это другой вопрос, но похоже, они настроены решительно. Ну, во всяком случае, российская сборная в этом году на Олимпиаду поехала и медали нашим спортсменам чистым, которым сначала решили, все-таки вернули. Да, и Россия, насколько я помню, сохранила общекомандное первое место по итогам Олимпиады в Сочи. Николай Пихтин, общественник, блогерс, организатор клуба «Вечерний» в нашей студии. Мы вернемся к разговору с ним через две минуты. Николай Пихтин, общественник, блогерс, организатор клуба «Вечерний» в нашей студии. Продолжаем беседу. Ну, все-таки мы вот этот шлейф темы с Никитой Белых продолжаем каким-то образом тянуть в нашем эфире. И коллеги наши тоже каждый день появляется какая-то новая информация. Ну, вот, собственно говоря, накануне появилось сразу две новости. Во-первых, насколько я понимаю, не знаю, пока можно озвучивать это публично или нет, планируется провести в Кирове какую-то пресс-конференцию, связанную с Никитой Юрьевичем. Вот подробности я пока не сообщаю, и даты, и прочее. Да, мы тоже пока не очень в курсе, но, по крайней мере, разговоры об этом есть. И вторая тема, которая появилась накануне, и выходные она тоже обсуждалась, о том, что Никиту Белых могут отправить, отбывать наказание в Кировскую область. Там, по-моему, в законе это предусмотрено, что по месту прописки пытаться, что такое вот это есть. Это правда есть? Что такое есть, да. Вообще очень странно, потому что... Я утверждать не буду, но что такое есть? Потому что мы с коллегами пытались сейчас вспомнить истории громкие, там, да, с арестами, приговорами и отбыванием наказания потом. Мне не очень понятно, почему там Михаил Ходорковский, например, тогда отбывал свое наказание в Забайкальском крае, да, и вот все эти истории с этапированием каких-то видных оппозиционеров из одного региона в другой, там, да, и с поисками их пропавших, непонятно. Ладно, я не буду утверждать, но, по-моему, там что-то есть, и на выбор УФСИНа уже идет, это как-то, что-то такое есть. Ну, принципиально-то это не меняет. Ну, как сказать, вы знаете, мне кажется, психологически тяжело быть заключенным в той области губернатором, в которой ты работал два года у нас. А может наоборот. Вы думаете? А может наоборот. Ну, вы думаете, отношение будет лучше? Конечно. К человеку? Да, может быть, потому что здесь ситуация с ним вообще неоднозначная. Неоднозначная ситуация в смысле приговора? Приговора, да, и вообще всего этого делал. Вам как кажется, вот в нашем эфире мы спрашивали людей, доказал ли суд вину? Мы не спрашивали, виноват или нет. Было ли доказано? Ну, во-первых, один эпизод не доказали, сняли обвинение. Во-вторых, на мой взгляд, насколько я читал какие-то распечатки, точно 100% доказательства нет. Ну, суд трактовал, он волен трактовать, да, показания свидетеля обвинения более достоверными, нежели показания свидетеля защиты. Вы знаете, вот мне было странно, когда я читал выступления, какие-то приглашали свидетелей и так далее, и на мой взгляд, ну вот я не юрист, мне сложно сказать, но мне кажется, его адвокаты недорабатывали в чем, на мой взгляд, процентов как минимум 50 вопросов, которые задавали обвинения, они не имеют отношения к делу вообще никакого. Всех надо было отбивать. Конечно. Сразу же надо было говорить, что вопрос должен быть снят. Конечно, конечно. Мне так кажется, вот, мое ощущение. Потому что суд судит за конкретный эпизод. И, кстати, в соцсетях пошла очень интересная такая дискуссия, разговоры пошли. А, вот Белых за свою деятельность, там, вот это сделал не так, это не сделал не так, там плохо сделал. Но судили-то Белых не за его деятельность, а за конкретный эпизод. Понимаете? Мало ли, что он когда-то что сделал. Именно вот этот эпизод, его и надо было рассматривать. Ну, их два было, на самом деле. Ну, их два, ну, один, да. Как говорил суд. Да. Как говорил следствие. А там, ну, такие вопросы задавались, которые вообще там, чуть ли не, я так, извините, бульгарно скажу, чуть ли не так, а как он посмотрел на тебя вот в тот момент, там, ну, грех такой. Ну, там вопросы и личной жизни касающиеся задавались. Да, и личной жизни касающиеся, но они-то какое-то отношение имеют к этому конкретному делу. И поэтому срок этот, мне кажется, очень большой срок. Николай, вот вы... Можно было вообще оштрафовать и прям взяли сюда освободить полтора года достаточно. Ну, я вообще-то слышала про Белоруссию, не знаю, насколько это правда, что коррупционеров в Белоруссии стараются не сажать, а стараются налагать на них наказание финансовое в виде огромных штрафов и отпускать на свободу, зарабатывать деньги. Нет, все верно, так оно и должно быть. И я замечу, у белых особый случай, по сравнению с другими губернаторами, там, или замами, или министром, нет бюджетных денег. Речь-то о бюджетных денег вообще не идет. Дальше мы не нашли супермашин, суперяхт, коттеджи, денег, часов, коллекций. У этого нет ничего. В то же случае это необычно. Я, насколько помню, вот из текста приговора, судья сказала, что намерение потратить деньги на какие-то благотворительные, условно говоря, цели не на себя, да? Факта преступления не искупает. То есть это намерение не было доказано, что ты именно туда, но защиту... Как бы взятка была, не будем говорить, что там подстава была и так далее, как бы вывели ее, что взятка была. А куда он потратит, ну а как он должен был доказать это, я, честно говоря, вот трудно воспринимаю. Как вам кажется, в Кирове и Кировской области к Никите Белых отношение в связи с судом и всем этим фактом изменилось в худшую сторону или в лучшую сторону? В лучшую. В лучшую. Мне кажется, в лучшую, потому что я лично разговариваю с ярою противникой Белых, которая возмущена всем этим, все, что там происходило. Ну, мне кажется, это показательная такая вещь. Хорошо, мы сейчас перейдем к теме дискуссионного клуба вечерний, сегодня мы анонсировали это в развороте, вечером в 18.30 галерея прогресса, первое заседание возобновленного дискуссионного клуба. Решили возобновить его работу. Ну, мы анонсировали, да, фейк-ньюс, ненастоящие новости, тогда нашим слушателям переведу, фальшивые новости и прочее, будут обсуждаться, можно приходить в ход свободный. Да, в ход свободный, в 18.30 галерея прогресса, Горького 5. Спикер команда 29 Максим Оленичев, который был у нас в развороте час назад, и Николай Голиков, главный редактор журнала Товар, Деньги, Товар, наш ведущий, наш коллега. Ну, вот, пожалуйста, приходите. Я бы хотела поговорить вообще о возобновлении работы клуба вечерний. Кому пришла идея такая, да, почему решили возродить? Ну, решили возродить, потому что, разговаривая с людьми, с многими, я понял о том, что спрос на это есть. Люди хотят вот такие дискуссии на различные темы абсолютно. И поэтому, значит, как бы решили сделать. Будем проводить каждый месяц. Раз в месяц? Да. Единственное, что немножко меняем формат, то есть у нас раньше жёстко было, что тема за или против и два спикера, нынче будем так гибко делать, где-то может быть один спикер будет, где-то два, ну, гибко вам будет работать. То есть человек будет приходить, условно, выражать свою позицию, если это будет один человек, а потом отвечать на вопрос. И дискуссии, мы пытаемся сделать, что не на ответы на вопросы, а дискуссия с залом. То есть не между двумя спикерами дискуссия, а дискуссия с залом. Вот её, наверное, хотелось бы, чтобы завязывалось. Ну, я очень надеюсь, что через ваш клуб пройдёт большое количество новоприбывших в Кировскую область чиновников, которые пока не очень активно выходят на паблик, да, что называется, закалятся там в боях и в разговорах с людьми, а после этого начнут ходить, наконец, на прямые эфиры, потому что это очень большая проблема. Всё верно, Анна. И я даже, знаете, вот буду рад, буду считать, что польза от клуба есть и все эти чиновники, пусть даже не спикерами, а пусть даже постоят, посидят в зале. И послушают, что говорят люди. Это уже будет большой плюс, громадный плюс. Ещё, Николай, к техническим вопросам по поводу места расположения и места работы клуба. То есть раз в месяц место будет постоянным, галерея прогресса. Пока, да, мы договорились, ну, я не исключаю всякое, может быть, в жизни, но пока мы договорились, что именно в галерее прогресса будем пытаться по вторникам, именно, потому что там в самой галерее более разгруженный день, и для людей как-то поудобнее именно во вторник, именно в 18.30. То есть так, стабильность такую будем. Но вот в феврале месяце есть предпосылки к тому, что мы, может быть, ещё второе заседание проведём, потому что сейчас переговор идёт с Ковалёвой, Еленой Васильевной, может быть, она... Главой города Кирова. Главой города Кирова, да. Как бы одобрение есть сейчас по датам. То есть если удастся согласоваться с расписанием Елены Васильевны, то, возможно, получится сделать второе заседание. Да, потом перед выборами президента есть желание, попробуем тоже, как сложится, потому что есть свои тонкости, пригласить руководителей штабов и директора, и скировал сюда, чтобы они все пришли на площадку, и все высказывали за своих губернаторов, президентов, да, значит, поагитировали, рассказали позиции программы, и так далее. Ну, только, да, вот надо помнить, что агитировать там в чистую, конечно, они не могут, они могут информировать. Нет, чистая информация по программам, по позициям, конечно. Хорошо, есть ли ещё какие-то мысли насчёт гостей? Кто это может быть? Это Шульгин, я думаю, что... Глава общества. Буду добиваться, да, чтобы с ним встречу провести. Это вот дорожные, дорожники нужно с ними. Но вы прибывший к нам глава, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Надо с ним знакомиться. По благоустройству, я думаю, что на общение, ни одно, ни два заседания проводить можно больше. Дальше, тему ЖКХ, надо будет, там вопросов очень много. ЖКХ, ну плюс какие-то ещё текущие. Ну да, могут возникнуть поводы, которых мы не ждём. Конечно. Либо позитивно окрашенные, либо негативные, чего не хотелось бы. Но бывает. Ещё у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким-то образом вы планируете всё-таки вот то, что там у вас говорится, фиксировать, во-первых, для людей, да, чтобы они могли, если не пришли на заседание каким-то образом посмотреть, увидеть, послушать, что говорят люди. То есть какая-то аудио-видеозапись предполагается? Видеозапись будет, да. Потом, значит, на портале 7 на 7 будет это выложено всё. Вопрос по поводу прямой трансляции. Пока дёргаемся. Почему? Потому что прямая трансляция, она отрывает часть зрителей, которые реально могут прийти. Да, это правда. Не приходите, а мы посмотрим. Это правда. Могут не прийти. Могут сказать, да. Поэтому я пока противник прямой трансляции. Но запись будет? Запись будет, да. Запись будет, да. Плюс будут журналисты довольно при интересных темах некоторые в СМИ довольно подробно это всё освещают. Да, и ещё вопрос по поводу всё-таки, ну, выхлопа какого-то, да, если так сказать, какой-то такой общественной полезности помимо обсуждения. Те чиновники, которые будут приходить, ну, может быть, если они активные, будут брать какие-то замечания на карандаш. Вы понимаете, когда идёт вот такой разговор с чиновниками, важно не просто, всё зависит от зрителей на самом деле, а от посетителей, как они будут задавать вопросы и что они будут требовать. И вытянуть чиновника на то, чтобы он дал какое-то обещание, вот это интересная вещь, это полезная вещь. Главное, чтобы оно было зафиксировано на видео и потом выложено. Да, публично вот он даёт такое-то обещание, вот вот кто-то сделал. А не просто там поругать, а там, вот, что-то. Это вот, я считаю, будет пользой. Но резолюции никакой там на бумаге потом с подписями участников не будет. Эта тема будет зависеть, почему? Потому что мы такие делали, резолюции, нам отдавали ответы, отсылали официально в город-дминистрацию, нам официальные ответы, приходили какие-то действия были. Но это всё зависит от темы, насколько узкая тема или широкая там будет. Ну, в общем, будем посмотреть. Будем посмотреть. Что получится на этот раз. Николай Пихтин, общественник, блогер, соорганизатор дискуссионного клуба «Вечерний» был в нашем эфире. Я напоминаю, первое заседание возобновлённого клуба сегодня в 18.30 в галерее прогресса. Фейковые новости. Фальшивые новости в региональных и федеральных СМИ. Ну и мировых тоже. Спасибо, Николай. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует.